Всем привет, друзья! Многие говорят, мне так лень идти на тренировку. Тебе не лень, ты не хочешь просто. Если бы ты хотел, ты бы поднял свой зад и уже был бы на тренировке. Нету такого понятия лень. Есть понятие хочу и не хочу. Если тебе лень, значит ты не хочешь. Если ты хочешь, тебе не будет лень. Ты пойдешь и будешь делать то, что тебе нужно делать. А есть еще такое понятие, как мотивация. Если нет мотивации, тебе будет лень, ты будешь не хотеть. Ты будешь просто в заднице. Мотивация играет огромную роль в жизни человека. Если у тебя нет мотивации, то у тебя нет цели в жизни. Человек, у которого есть цель в жизни, он имеет каждодневную еженедельную мотивацию. Именно мотивация позволяет двигаться вперед и не сдаваться. И никакой лени тут не может быть. Никакой речи о лени не может быть. Никакой мысли о лени не может быть. Я сейчас говорю не про женщину Лену, я говорю про лень. Если ты не можешь оторвать свою задницу от дивана, то оторвет ее кто-то другой, кто будет лучше тебя. Он будет с каждым днем становиться лучше, он будет усовершенствоваться. А ты будешь сидеть в той же заднице, в которой я был вчера и год назад, и пять лет назад ты будешь всегда, по всей жизни. Что вообще значит лень? Ты надеешься, что кто-то тебя будет жалеть, кто-то тебе что-то даст, кто-то тебе даст мозг, кто-то тебе даст мышцы. Нет, такого в жизни не бывает. Всего нужно достигать самому. И о лени никакой речи не может идти. Возьми это за правило и никогда не говори мне лень. В этой жизни побеждает сильнейшая. Если тебе лень, ты просто будешь в самой заднице всю твою жизнь. Ну что же, сейчас мы разберем три пункта, почему люди не хотят заниматься спортом, почему у них нет мотивации. Им, как вы говорите, лень. Первое, это занятие дома. Люди никогда не будут заниматься дома, потому что это скучно. Люди никогда не будут заниматься дома, потому что нету мотивации. Люди никогда не будут заниматься дома, потому что не будет результата от этих занятий, потому что им лень. Для этого, знаете, что надо сделать? Надо пойти в зал, взять абонемент и бомбить. И просто бомбить, 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 бомбить. Там все бомбят, и вы будете бомбить. И у вас будет мотивация. Вы заплатили деньги, и вы обязаны будете ходить. Деньги мотивируют. Вторая причина нежелания заниматься спортом – это отсутствие тренировочной программы. Весь мир живет по календарю, по графику, от дня в день. Мы сравниваем дни, мы живем по дням. Вам нужен в каждом деле график, вам нужен план тренировок. Вы должны четко видеть время, вы должны четко видеть занятия, вы должны четко видеть упражнения, вы должны четко видеть все в этом плане. Тогда у вас будет мотивация. Вы придете в зал, и вы будете видеть, что вам нужно сделать в понедельник, что во вторник, что в среду, что в четверг, что в пятницу, что в субботу, что в воскресенье. Тогда у вас будет мотивация. Вы будете уже знать, что вам нужно делать. Если у вас не будет программы тренировок, вы приходите, и вы просто в невесомости. Вы не знаете, что делать. Вы ходите просто по тренажерам, шатаетесь, не пойми, чем занимаетесь. Все занимаются, они, конечно, у них есть план тренировок. Они знают, что они качают, а вы просто ходите и страдаете фигней. Составьте план тренировок, и тогда не будет лени. Если хотите, я помогу вам составить тренировочную программу за символическую плату. Третье – это терпение регулярной тренировки. Не думай, что твое тело изменится через неделю, через месяц, через полгода. Чтобы твое тело изменилось, и ты стал красавчиком или красавицей, тебе нужно пахать годами. Многие люди заблуждаются, приходя в зал, что «вот, я позанимаюсь сейчас неделю, я похудею, либо там накачаю все огромные битки». Нет, такого не будет, тебе надо пахать. Из-за этого, конечно, появляется лень. Ну что же, надо, надо. Сила воли так и развивается. Спорт развивает силу воли. Вперед! Ну, конечно же, тренируясь, не забывая про правильное питание и про отдых. Это две основных вещи, без которых ничего не будет. Никакого роста мышц, ничего. Итак, будучи мотивированным и выполняете три пункта, вы будете просто красавчиками. Вы будете через несколько лет просто идеальными. И я скажу вам одно, друзья, если вы хотите побороть лень, вам нужно начать делать прямо сейчас. Если вы начнете что-то делать, то уже назад пути нет. Вы будете продолжать. И ни о какой лени речи не будет. Фух, вот это да. Вот такие вот, короче, мотивационные речи я умею забацывать. Если вам понравилось, поставь лайк этому видео, подпишись на канал, и я буду мотивировать еще. Пока!